Привет, друзья, я Григорий Герман. Почему Путин должен уйти? Ну вот, каждый из нас в Украине, в Европе, каждый россиянин, оказавшийся за рубежом и вменяемые россиянин, оставшийся на территории Путинского рейха, вроде бы знают ответ на этот вопрос. И даже несколько ответов. Но, меня, честно говоря, смущает, что вся привычная нам аргументация, там, начал войну, разворовал богатство, все эти навальновские сюжеты о дворцах и яхтах Путина, все это не находит понимания и, главное, поддержки среди простого, глубинного и, к сожалению, подавляющего своей серостью российского электората. То есть, вот, вот это вот, не знаю, вот все тот же, да, вспомните сюжет про дворец в Геленджике, этот самый глубинный народ, он посмотрел с интересом, как светскую хронику из жизни звезд, хмыкнул и выдал вместе с селедочной отрыжкой, ну, он же Путин, ему можно. И все. Путин все так же в понимании народа успешный президент, он дороги построил за 20 лет. То, что в Третьем Рейхе тоже дороги строили, и вообще жизнь простого фолькс-дойча была вполне себе неплохой по сравнению с временами поздней Веймарской Республики, и то, что это все не отменяло преступности и людоедства гитлеровского режима, в головы людей-желудков не приходит. Ну, точнее так, только сейчас, через полтора года войны и сотни тысяч потерь на фронте, в эти головы приходят сомнения. Даже не осознание, а пока только сомнение, и то не во все. И сомнение это на самом деле породили не новости о погибшем в Украине соседей или там дальним знакомым, не осознание того, что паспорт с двухголовой птицей становится все более токсичным за границей. Ребята, большинство россиян ни этой границы, ни этого паспорта в глаза не видели. Это сомнение в путинской ценности породили выросшие ценники в магазинах. И хоть эти ценники выросли пока не настолько, чтобы сомнение переросло в уверенность «Путин зло», я считаю, что ковать железо надо, не отходя от кассы. Поэтому сегодня вместе с оппозиционным политиком Ильей Пономаревым и украинским политологом Владимиром Фисенко мы обсудим, почему Путин является для России могильщиком, правителем, который принес ей намного больше зла, чем добра. И насколько эти аргументы могут быть приемлемыми и действенными для того самого глубинного российского народа желудка. Оставайтесь. Мне кажется, будет интересно. Вопрос, который является по большому счету, наверное, абсолютно понятным, и ответ на него абсолютно понятен любому нормальному человеку в этом мире, но тем не менее. Я достаточно часто встречаю в комментариях и на видео желание граждан России держаться за Путина. Не-не-не, Путин должен остаться. Путин как же, а как же без Путина? Ein Reich, ein Volk, ein Putin. Вот это вот все. Давайте рассмотрим и аргументируем, почему на самом деле Путин должен уйти. Сначала сделаем это с точки зрения самой России, не с точки зрения Украины. С нами все еще более понятно. И один из главных поводов, почему Путин должен уйти, а по моему мнению, их тут на самом деле 7 или 8, то, что Путин создал геронтократическую, автократическую диктатуру, клептократическую абсолютно систему власти, которая консервируется мозгами где-то в 60-70-х годах, не позже. То есть он законсервировал все это геронтократии. Во-первых, я начну с такого контроверсийного аргумента. Один из российских оппозиционных политологов, он назвал Путина наркотиком для российского общества, для части российского общества. То есть здесь как бы элемент не просто привыкания, а элемент зависимости, болезненной зависимости, зависимости тяжелой для организма, тяжелой и в психологическом, и в физиологическом смысле. Вот это, я думаю, очень удачная аналогия, которая, кстати, является аргументом, почему Путин должен уйти. Потому что это причина болезни. Это причина болезни и деформации. Просто она персонифицирована, эта причина. Раз это наркотик, от которого российское общество и российская система власти зависит, и это тяжелая форма зависимости, которая деформирует нормальную работу организма и общественного, политического, административного организма, значит, обязательное условие лечения России, российского общества, российской власти – это уход Путина. Это обязательное условие. Если думать о рецессии, о каком-то процессе постепенного, пошагового выздоровления российского общества, оно не будет быстрым и простым. Ломка будет, кстати, после Путина. Ломка и очень сильная. Продолжая вот эту аналогию с наркотиком. Но это обязательно нужно сделать. Иначе передозировка грозит смертью. Вот передозировка Путиным грозит смертью. Вот вам главный аргумент, почему нужно, чтобы Путин ушел. Это нужно самой России. Теперь вот что касается аргумента о геронтократии. Да, это правильный аргумент. Когда у власти, и это касается не только Путина, примеров исторических масса. Вот мы когда говорим про геронтократию, люди нашего поколения еще помнят поздний Советский Союз и вот эту советскую геронтократию, которая стала одной из причин, в конце концов, кризиса самого Советского Союза, советской модели управления. И смена на молодого Горбачева, ну скажем так, она была запоздавшей, и она не решила проблемы. Кризис уже был запущен. Да, и Горбачев там своими, может быть, не всегда умелыми действиями, он только лишь усугубил ситуацию. Поэтому геронтократия, длительное правление диктатора и его клики, его окружение, это тоже диагноз. Это неизбежный кризис системы. Режим дряхлеет, стареет вместе со своим лидером. Чем старше лидер, тем более дряхлым, менее дееспособным, менее эффективным становится и сам режим. И режим будет умирать вместе, физически даже, политически, физически будет умирать вместе со своим носителем, вместе со своим создателем. Многие говорят, когда им говорят, что, блин, Путин геронтократы собрал вокруг себя таких же геронтократов. Ребята, посмотрите, кто вами правит. Все указывают о Белый дом. А посмотрите, в Белом доме он еще старше. Он вообще там падает с трапа самолета, чего наш патриотчок никогда не делал и, конечно же, никогда делать не будет. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я могу сказать, что я совершенно не эйджист. И меня мало волнует, какой физический возраст. У Путина, Байдена, Трампа, Нельсона Манделлы, кто-то у нас еще там сильно в возрасте был, когда он был у власти. Меня волнует возраст интеллектуальный. То есть человек в 20 лет может быть глубоким моральным стариком. А может быть 80 лет прогрессивным мыслителем, который летит к звездам и открывает новые горизонты Вселенной. Проблема с Путиным в том, что он органический консерватор. И людей вокруг себя подобрал такие же. А поскольку, опять-таки, как ты правильно говоришь, нет содержек и противовесов, нет сменяемости власти, нет политической конкуренции, то его тут невозможно вытащить. На стране, на самом деле, после тяжелых 90-х годов объективно нужен был какой-то такой передышка. То есть в виде здорового консерватизма, рост цен на нефть. Ну там, ребят, давайте 5 лет отдохнем. А потом, значит, опять начнем двигаться соответственно вперед. Ну как бы эти 5 лет затянулись, мягко говоря, невозможно его сковырнуть. И, соответственно, вся страна, еще раз скажу, первый срок Путина, даже несмотря на дело Ходорковского и все вот его то, что он закручивал политически, значит, в социально-экономической сфере, до сих пор хватает, да, то, что там произошло, до сих пор его люди любят за то, что произошло вот в эти самые, значит, первые годы. Потому что люди перевели дух. Но дальше-то развиваться надо. Прошу вас объяснить, в чем разница между Байденом и Путиным? Ну, разница принципиальная. Кстати, и Трамп, далеко не молодой человек, он старше Путина. Но в чем разница? Американские избиратели решают, кто им сейчас подходит по каким-то конкретным причинам, аргументам, мотивам. Они могут проголосовать за молодого лидера, вот как проголосовали за Обаму, например. Да. Обама, когда стал президентом, он был молодым. Все время там Кеннеди, тоже один из молодых президентов был. И так далее. Примерно, и Буш, младший, тоже стал достаточно молодым президентом. Но есть и другие примеры. Есть примеры, когда у человека были очень серьезные физические недостатки, серьезная болезнь. И это был один из лучших американских президентов, Франклин Делано Рузвельт, которого четыре раза избирали. Правда, после этого американские законодатели и сама политическая система в целом пришли к выводу, должен работать жестко принцип. Два срока. Два срока на президентском посту. Не более того. И этого принципа в США придерживаются. Вот есть даже обязательное юридическое ограничение. Власть должна постоянно обновляться. А кто является кандидатом, которого поддержат избиратели, если не считают, что на данный момент должен быть человек мудрый, с огромным политическим опытом, как Байден, который является, по мнению значительной части, в данном случае, американских избирателей, является приемлемой, оптимальной альтернативой другому кандидату, ну тогда это был Трамп, вот в 2020 году, то они поддерживают Байдена. Байден был консенсусной фигурой. Он таким был анти-Трампом, а с другой стороны, для тех, кто не хотел Трампа, а с другой стороны, это человек с огромным политическим опытом, который в американской политике с 70-х годов, который знал Советский Союз, который знал путинскую Россию, хорошо знал Украину, вот это очень важный момент был, когда избирали, внутриполитическую ситуацию в США, умеренный политик, гибкий политик, ну и, конечно, мудрый политик, в свое время избирали Рейгана, тоже был немолодым. И, кстати, тоже, как вот у нас там спорили, а можно ли там не политика избирать, или там вот бывшего актера, да, если этот человек проявил себя как активная политическая, общественная фигура, да, если он пользуется доверием и популярностью, среди американцев его избирают. Поэтому в данном случае все зависит от выбора избирателей. Сами избиратели, у них право выбирать, реальное право. В России такого права нет. В России отсеивают любого серьезного кандидата от оппозиции. Не допустили все время Навального, да и других кандидатов, которые могли быть реальными, реальной альтернативой, которые бы занизили, как минимум, процесс голосов за Путина. Их просто не допускали к выборам. Поэтому это выборы без выбора. Это спектакль. Это имитация некой конкуренции, не более того. А в реальных условиях люди выбирают сами. Второй тезис, который я для себя выписал, о том, что на самом-то деле Путин, если убрать всю вот эту пропагандистскую кифию, да, он обманул ожидания населения. Население от него ожидало какого-то безумного, абсолютно безумной экономической стабильности, ощущения силы, силы, ощущения возрождения империи, второй армии мира, России, к которой все идут на поклоны, которые там, условно говоря, туда продают газ, а здесь мы уважаем, потому что мы то продаем, все продаем, а по большому счету этого нету. Именно поэтому Путин тоже должен идти. Ну, смотри, вот это вот Великая Россия, на мой взгляд, это не был запрос со стороны населения, это искусственно созданный запрос, это как раз пушки вместо масла. Запрос, про который ты говорил изначально, социально-экономическая стабильность, как раз не свобода, а именно стабильность. Такой запрос, безусловно, был, и он до сих пор остается в социологических опросах, если спросить, вот сейчас, не про там, то, кого поддерживаете президента, потому что тут понятно, что люди боятся говорить правду, а если ты говоришь, что на отвлеченные для них темы, то есть, например, что для вас права человека. Значит, вот первая ценность политическая, прав человека, ну там что-то типа свобода слова, или свобода собраний, или свободный выбор, я не помню, что из этого первое, честно скажу, не помню, оно появляется в российском списке, по-моему, на восьмом месте. А первое семь, это достойная зарплата, это образование, это медицина, это дороги, это безопасность, что там еще, то есть, в общем, ну то есть, вот оно касается сугубо социально-экономических вопросов. Люди не видят ценности в политических свободах, они прежде всего хотят видеть достойную личную жизнь. И вот ровно на этот запрос изначально Путин и отвечал о том, то есть, он говорил, вот вас пытались сказать, то есть, вот там право на свободу слова, это должно заменить вам хлеб на столе, а на самом деле нет, надо немножко со свободой слова придержать, потому что разгулялись тут все в стране, то есть, разболтались, чипичный андроповский тезис, но зато у вас появится хлеб на столе. И сделал это, и у людей четко это закрепилось в голове. О том, что американцев выгнали, значит, вот этих олигархов чуть-чуть прижали, значит, вот эту всю вакханалию на телевизоре закончили, и вот, видите, как-то, то есть, полегче стало, да, то есть, и это будет причинно-следственная связь у россиян. Очень хорошо, значит, сформированный, поэтому, собственно, Путин и держится, потому что все остальные, вот, российская оппозиция, да, то есть, она говорит, вот, мы вернем свободу слова там в собрании, и так далее, россияне говорят, блин, так хлеб же исчезнет, да, то есть, вот, может, ну его нафиг с этой свободой собраний, да, как-то, то есть, это стрёмно звучит. Но мы же, условно говоря, понимаем, да, что сейчас при продолжении путинской вот этой вакханалии, которую он олицетворяет, сидя в Кремле, а хлеб начнет потихоньку пропадать уже, да, то есть, условно говоря, падение уровня жизни россиян является следствием продолжения его пребывания у власти. Правильно, вопрос причинно-следственной связи далеко не все видят, но то, что ты говоришь, оно подтверждается опять-таки социологией, да, вот уже второй месяц подряд война в списке проблем россиян находится на втором и не на первом месте. И сейчас номер один это рост цен. То, что говорят россияне, там, последняя цифра что-то 45%, а, значит, ход СВО там что-то 37%, да, только в данный момент. Вот, а до этого было СВО там на уровне 50, да, вот. То есть, как бы война, ну, где типа ничего не происходит, как бы мы не выигрываем, но и не проигрываем, это превращается в некий фон, да, то есть, такое уже привычное положение дела, но вроде как там непосредственной опасности от этого не исходят с точки зрения россиян. А вот по поводу дорожания, это, вот они это видят прекрасно, вот, поэтому, да, это будет, безусловно, раскачиваться режим. Есть еще один аспект. Путин сделал то, что до него не удавалось сделать никому из генеральных секретарей коммунистической партии и президента Советского Союза и президента России номер один. Он смог довести Европу до того уровня, что она отказывается от энергоносителей. От российских энергоносителей. Европа покупала советский газ, советские войска стояли в Европе, да, в Восточной Европе, но несмотря на это западная Европа покупала советский газ, а сейчас уже нет. И вот почему Путин должен уйти. Я вам скажу, я продолжу эту аналогию, потому что сейчас тут как бы появилась и другая история. Вот этот крен с запада на восток, уход из Европы, причем Россия сама фактически стала рвать связи с Европой, пытаясь заставить Европу силой как бы действовать по российским правилам принять захват Украины, ну, Россия, путинская Россия испугала Европу, Путин испугал Европу, Россия в Европе не сразу, в 14-м году они этого не понимали, они думали, что с Путиным еще можно договариваться, а 24 февраля 22-го года стал Рубиконом, и когда они видели, что Украина выстояла, они поняли, надо сопротивляться Путину, нельзя жить с Путиным так, как раньше, А тут еще и сам Путин помог, он попытался Европу нагнуть с помощью газового шантажа, и вот тогда в Европе поняли с большим опозданием, что бизнес as usual, бизнес, как обычно, по привычным правилам, не работает с Путиным, для Путина это не бизнес, это инструмент давления, инструмент принуждения, ну а раз так, значит надо искать других нормальных партнеров, и фактически сам Путин спровоцировал то, что Европа отказалась от российского газа, ну и постепенно отказывается и очень быстро от российской нефти, потому что ведь европейцы этого не планировали делать, но они планировали постепенно, пошагово, там, до 2030-го года, в рамках, вообще, в принципе, отказов от углеводородов, а не потому, что они были против России, сотрудничество с Россией, совершенно верно, так называемый, да, они планировали зеленый переход, тут дело было не в том, что они хотели отказаться от российских нефти и газа, да, зеленый переход планировался, да, но теперь сам Путин ускорил этот процесс, сам Путин, это одна сторона проблемы, то есть он фактически только ухудшил позиции России в нормальных экономических отношениях с Европой, то, что выстраивалось еще с брежневских времен, вот вы правильно это упомянули, торговля газом и трубы в обмен на газ, вот это я помню еще 70-х годов, это ведь начиналось еще при Брежневе, это было тогда, кстати, основой разрядки, основой разрядки, преодоление холодной войны и так далее. но сейчас, после отказа Европы от газа, после того, как развернулись на восток, сейчас же идет откровенная уже продажа всего Китая, насколько я понимаю, это тоже может быть еще одно преступление Путина, за которое он обязательно должен идти с точки зрения российского гражданина, у него миллион преступлений, вопрос в том, кто их видит, эти самые видят или чувствуют, например, продажу Дальнего Востока Китая, полное абсолютное падение нравов в ценах на газ, за который газ продается в Китае по сравнению с Европой и так далее и тому подобное, продажа России и Китая, преступление Григорий, на всем протяжении российско-китайской границы, включая Казахстан, и Монголию, то есть вот тут все вот это пространство, на нем живут 15 миллионов человек и 150 населения страны, 10%, при этом далеко не все с китайцами соответственно соприкасаются, ну да, пара миллионов населения России видят китайскую угрозу, для всех остальных Америка гораздо более наглядная угроза, чем Китай, вот, просто по причине того, что они гораздо больше слышат, видят, кино смотрят и так далее. Поэтому, еще раз скажу, это в особенности России, это то, что является ограничениями по информации, которая распространяется, то есть вот та группа населения, которая склонна даже, можно сказать, конспирологии, каким-то страхом иррациональным. У них есть страхи по поводу китайцев и по поводу марсиан, то есть они примерно в одной нише находятся, то есть для жителей Владивостока или Хабаровска, то есть китайская угроза реальна, то есть они это видят, или Благовещенска, или уже в меньшей степени Иркутска, для Москвы это чистая теория, то есть где-то там за тысячи километров от нас существуют какие-то китайцы, то есть они в какой-то тайге, где эта тайга находится, скажите мне, пожалуйста, географии своей страны не могут назвать, где вообще все происходит. Слушай, А скажи мне, пожалуйста, правда ли я читал где-то, что даже в Москве количество китайцев, делегаций, бизнесменов и, соответственно говоря, бизнеса, который на них ориентирован вот именно на китайцев, оно увеличилось в разы в течение последних лет. Да, правда, чистая правда. То есть Москва все-таки чувствует приход Китая? Да где, ты представь себе, то есть масштаб этого, это такая капля в море, вместо одной капли стало 10, да, то есть вот, ну ты почувствовал это или нет? Ну нет, конечно, то есть вот, тем более, что люди бы это почувствовали, да, если бы в Москве появился China Town, надо бы, они почувствовали, а в Москве на данный момент Исламабад, да, то есть там 3 миллиона москвичей, это значит выходцы из Таджикистана, Узбекистана, значит, и Киргизстана. Вот это москвичей волнует, что они их видят, да, то есть вот, а Китайцева ни х** не видит. То есть вот, ну их там, то есть несколько тысяч человек, бизнесменов, может быть, находится в Москве. раньше было несколько сот, да, то есть вот, ну и чё? Путин фактически продает Россию Китаю, в прямом смысле продает. Вот за уже 600 дней войны против Украины просто качественно изменилась ситуация соотношение между Россией и Китаем и Россия стала младшим зависимым партнером Китая и не просто вассалом Китая. Продается в прямом смысле слова. Отдаются отдельной части территории и Китай уже просто в явочном порядке. Там большой Уссурийский остров, всё, часть Китая уже, не часть России, а часть Китая. И их не интересует мнение о России. Уже сейчас вот распространяется некоторыми российскими комментаторами информация о том, что Путин согласился фактически на продажу в прямом смысле слова на продажу значительной части российских территорий Китаю под концессии, под использование природных ресурсов. Газ, кстати говоря, Россия начала продавать с большой скидкой, намного дешевле, чем продавали европейцам, начали продавать Китаю. Да, вот это газопровод Сила Сибири. Сейчас второй такой газопровод строят Сила Сибири-2. Вот вам пример. Китай получает дешевые ресурсы в обмен на формальную поддержку России. Причем Россия от этого выигрывает минимально. Ну да, санкции можно обходить западных стран. А реально российский автопром практически убит. Абсолютно большинство машин на российском, автомашин на российском рынке это китайские машины. Дисбаланс в торговле между Китаем и Россией. Путин хотел торговать в рублях, а торгует сейчас в юанях. Еще одна общая такая вещь, которая по идее должна касаться всех. Это страх того, что Путин в конце концов приведет и Россию весь мир к ядерной войне. Он существует у россиян? Они могут ставить это ему в вину или нет? Он считает, что это Америка приводит мир к ядерной войне. Россия является фактором сдерживания. Социология показывает, что россияне этого боятся. Это является фактором тревожности. Естественно, никто этого не хочет. Но только они не считают, что Россия ответственна за это. Это же такая советская традиция войны за мир, когда камня на камне всей планеты не останется. Он так же продолжается и в современной России. для того, чтобы ядерной войны не было, надо всем наиболее убедительно грозить ракетами и так далее, что мы вам достанем. Поэтому они эту линию Путин абсолютно поддерживают, что как раз надо максимально ядерным оружием грозить. Когда с экран федерального телевидения постоянно повторяют мантру о том, что мы уничтожим Запад, будет ядерная зима для Запада, у кого-то из легковерных сторонников Путина возникает иллюзия. Вот мы жахнем, да, а мы сами не пострадаем. Это иллюзия. Вот опять-таки элиты и люди, которые умеют еще хотя бы немножко здраво мыслить, они понимают. Попытка ядерной войны, ядерный шантаж может привести к взаимному уничтожению. Да, и эти путинские выродки, извините, другого слова нет, они могут спрятаться в бункерах, хотя это уже не будет нормальной жизнью. А основная масса россиян погибнет. То есть в чем прямая физическая угроза Путина и путинского режима для россиян? Путин готов пожертвовать самой Россией. Он готов уничтожить Россию. По простому принципу. Так не доставайся же ты никому. Не будет меня. А зачем нужна Россия без Путина? Это я тут почти повторяю одного из путинских приспешников Володина, который возглавляет Госдуму России. Он когда-то сказал еще лет десять назад, что вот Путин это Россия, Россия это Путин. Логическое предложение. Нет Путина, нет России. Вот вам тоже. Это кстати, вот эта формула, нет Путина, нет России, это еще один аргумент задуматься для россиян. Если Россию привязывают намертво, в прямом смысле, к Путину, зачем вам Путин? Вы должны избавиться от этого, иначе это угроза существованию самой России. А есть ли у Путина видение будущего? Мне кажется, что это первый человек, у которого сейчас на данный момент видения будущего нет. Конечно, нет. Никакого. Да ему и не надо, он старый человек, то есть уже какой видение будущего? То есть нету никакого видения будущего. У него главное видение, как ему дожить, чтобы его там не распяли, навил и не подняли и так далее. То, что будет дальше, это уже точно не его проблема. Вот он вообще по психотику еще расскажу. Консерватор, да, то есть он тактик, он вообще не стартек, что будет дальше все равно. Ну так, то есть это самое опять с глупническим своим подходом, да, то есть там позадирается со всеми, да, значит, заставит, чтобы все от него отошли, то есть он свою поляну, значит, как-то огородил, да, то есть вот и вот хочет на этой, значит, поляне быть плоханом, и чтобы никто вот за этот там нарисованный мелом круг не заходил. Почему россиянам в результате нашего с тобой вот этого обсуждения нужно, чтобы Путин ушел? Как угодно, очевидно, невероятно, но тем не менее. Путин ушел и исчез. Не сам, не обязательно, как угодно. Ну, страна реализовывает великую украинскую мечту, она сама исчезает, она вымирает, она сама уничтожает у себя будущее, она сама вытолкнула лучшие свои умы и интеллектуальные, и экономически самых активных людей. То есть она просто погружается в прошлое, превращаясь в такое феодальное образование, обслуживающее природные ресурсы, которые, значит, с божьим промыслом оказались на этой территории. Вот что происходит, да, при этом, на самом деле, есть этот чекистский миф, что там Маргарда Течер, по-моему, сказала, что для того, чтобы там России нужно 40 миллионов человек, это достаточно для обслуживания, значит, вот этого самого. Вот, она никогда такого не говорила, это байка, значит, вот в телесионских мудрецов. Но при этом это высказывание абсолютно точно. Значит, если исходить из задачи обслуживания месторождения нефти, газа, угля, золота и всего прочего, то там, я думаю, даже и 40 миллионов чересчур много будет. А ничего другого после Путина не останется, он все остальное уничтожает. Поэтому, если нация хочет видеть будущее хоть какое, надо Путина выгнать, а будущее себе вернуть. А, причем, насколько я понимаю, по твоим словам, да, вот видение будущего должно сейчас заключаться в одном пункте, убрать Путина, а следующие пункты уже придут в процессе. Нет, категорически нет, как раз вот здесь совсем нет, потому что как раз это опять-таки наша, это безидейная интеллектуально нищая российская позиция, да, вот она как раз и сводит это все к тезису относительно убрать Путина, но это как раз то, что никого не может зажечь, да, люди хотят видеть как раз позитивную часть, убрать Путина, это инструмент, и инструмент должен следовать за задачей. То есть, если мы хотим построить там современное общество, не знаю, инновации, высокие технологии, да, там, тот же самый, на самом деле, в хорошем смысле слова, там, русский мир, как, значит, интеллектуальный образовательный центр для всех, кто говорит на русском языке, да, то есть, вот, и восстанавливает потенциал нации тем, что собирать людей, значит, которые на русском пишут и думают, и, соответственно, вот строить эти самые технологии, инновации таким образом, да, значит, реализовывать с Китаем этот самый проект пояса пути превращать Россию, там, в транзитную страну, соединяющую Восток и Запад, то есть, икоокеанский регион с Атлантическим миром. Все это требует одного, да, то есть, интегрироваться в мировое пространство, прекращать войны, прекращать империалистические практики, освободить свои собственные народы заниматься не войной, а любовью. Что для россиян Путин более-менее нам понятно, надеюсь, что им тоже стало чуть лучше понятно, почему им нужно от него отказываться, почему Украина, для Украины важно, чтобы Путин ушел, и ушел любым способом. Я думаю, ответ на это абсолютно очевиден, миллионы украинцев с первых дней войны молятся за то, чтобы Путина не стало. Для них он олицетворение вселенского зла, олицетворение дьявола, дьявола войны. Это главная причина войны. Это может быть не совсем так, не только Путин виноват в этой войне, дело не только в Путине, к сожалению. Путин стал инструментом самореализации вот этой темной стороны российского политического имперского сознания, великодержавного сознания, когда соседей надо гнобить, когда можно использовать силу даже против тех, кого ты называешь младшим братом или сестрой. Знаете, по принципу, по российской пословице, бьет, значит, любит. Вот такая странная любовь. Нам такая любовь не нужна, любовь через насилие. И Россия, путинская Россия для нас враг, а Путин олицетворение всего самого плохого и злого. поэтому для нас устранение Путина, уход Путина, это устранение главной причины войны. Вот поскольку он для нас олицетворение этой войны, уход Путина для украинцев означает надежду. Это не гарантия того, что война прекратится, сразу же прекратится, но это одна из главных предпосылков возможного окончания войны, потому что эту войну начинал Путин, путинская Россия, и для того, чтобы эта война прекратилась, важно, чтобы Путина не стало. Тогда будет гораздо больше шансов на прекращение войны, и на то, что ситуация хотя бы постепенно может быть изменится. Гарантий тоже нет, к сожалению, но завязка на Путина очень сильна в российской власти, в том числе в логике начала войны против Украины. То есть здесь очень важно, чтобы наши зрители понимали, никто не говорит о гарантиях. Мы прекрасно украинцы понимаем, что со смертью Путина в России может измениться что-то, а может и не измениться. Совершенно верно, да, он абсолютно гарантии нет. Путин это, да, это отражение российских практик политических, отражение российского самосознания, только в такой концентрированной, негативной форме. Он вобрал в себя вот все, может быть, худшее, что было, ну, есть еще и гораздо хуже в российской практике, да, но тем не менее, как бы, вот эта великодержавная агрессия, она через Путина сконцентрировалась и обратилась против соседей, к сожалению, в первую очередь против нас. Поэтому, да, для нас Путин это олицетворение войны, и мы видим выход из ситуации войны, прежде всего и во многом через устранение Путина. То есть уход Путина для Украины важен, потому что уход Путина это шансы на прекращение войны со стороны России. Не гарантия, а именно шансы. Потому что это не гарантия, это не гарантия, не обязательно условия прекращения войны, но шансы на прекращение войны существенно повышаются. Ну и напоследок. На самом деле Путин с точки зрения нормального россиянина, и я знаю, что такие есть среди моих зрителей, Путин должен уйти просто потому, что он начал захватническую войну. Все. Предлоги, искусственные или глубинные причины, почему он ее начал, все это второстепенно. Путин начал войну, и поэтому он должен уйти, исчезнуть, быть вынесен вперед ногами в парадном гробу или там выброшен в окно из окна горячей резиденции. Путин должен уйти, потому что пока он маячит на троне, война будет уносить жизни простых людей в двух странах. Будет убивать экономику России, потому что украинскую экономику поддерживают и будут поддерживать союзники. Будет все глубже и глубже погружать мир в пучину нестабильности. Путин должен уйти, потому что он как сумасшедший стрелочник держит рукоять железнодорожной стрелки и упрямо направляет состав с надписью Россия по тому пути, который ведет в пропасть. Если Путин уйдет либо в мир иной, либо в камеру, либо на покой, появится шанс перевести эту стрелку и направить состав по пути, который оставляет шанс на возврат к нормальной жизни. Не сразу, но потом, когда альтернативой является неминуемая пропасть, вот этот шанс, это уже неплохо. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.